Привет всем! Я нахожусь в поселке Ольгинка, примерно в 30 километрах от города Туапсе. Это самый центр. Мы видим церковь, довольно симпатичную. Сквозь поселок проходит местная трасса, довольно оживленная. Какие-то сумасшедшие грузовики здесь гоняют. Также видим дома местных жителей. Всего здесь проживает около 2000 человек. Глазам своим не верю, красное и белое в поселке Ольгинка. А вот кто-то строит не самый хилый дом, надо сказать. Прямо в горе вырублено. Ну как же без магазина магнит? Из этой сети не обходится, наверное, ни один населенный пункт. Нашей страны. Как я уже сказал, поселок курортный. В таких вот домах сдаются номера. Поселок расширяется. То там, то здесь. Мы наблюдаем строительство многоэтажных домов в том числе. Вон вдаль по дороге тоже идет стройка. Какое чудо. Настоящий советский внедорожник. Садись и езжай куда хочешь. Туда же стекла нет. Пойдем приценимся, что почем. Скажите, а картошку у вас почем? 45. Аль, почему вы здесь снимаете? А я цены снимаю. Помидоры, 210. И зачем? Ну снимайте в другом месте. Зачем мне это надо? Ну вот такие продавцы здесь не очень дружелюбные. А кто? Я причем? Почему у вас цены не указаны? А вот указаны. Я только открылась, не указаны. Есть же цены. Я только открылась. Ну каждый день цена меняется. Вот такая злая тетя нам попалась. О, какая собака шикарная идет. Красивая. Коли, наверное. Да еще и в платочке. И хвостик крючком. Похоже на бабушку. На тетю мучу, короче. Видим работников мусорного труда. Профессионалы приехали на мусорную свалку убирать то, что накопилось отходов от местных жителей. Вообще-то мы двигаемся по направлению к поселковому пляжу. Сегодня температура воздуха примерно плюс 20. Правда, время всего лишь 11 часов утра. Так что, я думаю, еще будет теплее. Забыл сказать, что сегодня 27 мая 2019 года. Вот человек снимает местные достопримечательности. Сразу видно профессионал своего дела. По центру поселка проплывает горная речка с мутной водой. Своё начало она берет где-то далеко в Кавказских горах, а впадает прямиком в Чёрное море. Если идти прямо, то можно будет выйти на то место, где вот эти мутные воды смешиваются с водами Чёрного моря. Так, указатели в разные стороны. Пляж. Пойдешь налево, попадешь направо. Направо, хотел сказать. Пойдешь налево, попадешь на пляж. Вот туда мы и пойдем. А речка-то какая бурная. Шумит, бурлит. Какие-то пороги, перекаты. Буруны. Такое ощущение, что она волнуется. А что волноваться-то? Сейчас лето. Судя по домам, складывается впечатление, что поселок Ольгинга, Ольгинка, поселок не бедный. Вот посмотрите, какие домики. На другом берегу ручья. Вот еще одна серия домиков, однотипных. Выглядит довольно-таки забавно и уютно. Балкончики, мансарды. Жить, я думаю, здесь очень даже приятно. Сдаются комнаты. Некоторые уже сданы. Если висит на балконе белье, значит там кто-то живет. Так, на рынок попали. А у вас как-нибудь местная рыба есть? Конечно. Игла, тюлька, луна, это все местная. То есть, игла 200 рублей. Копченая, да? Копченая, да. Понятно. Мы к вам придем. И пиво даже. Даже пиво. А Майкопская, это тоже местная. Это местная, но у нас пока его нет. Пока нет. Но будет. Будет, конечно, надеемся. Понятно. И дом будет. Надеемся. На самом деле, народу пока еще немного. Что объяснимо. 27 мая, это далеко не разгар сезона. Народ только-только подтягивается. Ура! Мы нашли пляж, точнее, вход на пляж. Стрелки ведут в ту сторону. А вот еще один закрытый санаторный поселок. Кстати, нет. Это гараж-лодочный кооператив Бриз. Видимо, тут живут любители прогулок на лодках. Посторонних сюда не пускают. Пляж мы пока не нашли, зато нашли аквапарк. Прохода к морю нет. Ну, тогда пойдем в обход. Это Берси-Керанатова-Сюр. Название я не знаю. Чурчмела. Скажите, а клубника почем? 150 килограмм, 80 рублей 100. А это местная клубника? Это местная клубника, да. Понятно. Приправы в баночках? Это все приправы. Нет, это как фото-фрукта. Это просто суши. Ну да, приправы, конечно. Типа аджики. Сколько хотите ставить. А, я думал, почему можно? Нет, вряд ли это сваденько. А вот это, пляж. А вот это, пляж. Чурчхела. А вот это, пляж. Чурчхела. Ну, здравствуй, море. Такое вот оно, майское черное море. С волнами, прибоем и шумом морских волн. Народу, прямо скажем, не густо. Раз человек загорает, два человек загорает. Остальные просто сидят, любуются морским прибоем. С другой стороны, вообще никто не загорает. Дяденька только убирает пляж. Такие дела. Ну, я свою задачу выполнил. Море я нашел. Купаться я пока не собираюсь. В следующий раз. Поэтому, всем пока. До новых встреч. Следующее видео я сниму из другого места. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.